привет ребята сейчас давайте сделаем все потише потому что слышно будет все очень хорошо ничего не будет мешать тому что я говорю ну разве что ветер потому что сегодня мы будем рассматривать мотоцикл который не работает на бензине а на батарейках на электрический это white сиберия tc вандер сейчас уже на наших улицах полно всяких электрических мотоциклов велосипедов самокатов и подобных вещей никого этим уже не удивишь а конечно же мы тоже взяли на тест один из электрических мотоциклов от компании white сиберия это tc вандер это недорогой электромотоцикл с мощностью 2 и 5 киловатта стоит он 350 вроде бы 390 тысяч рублей и я расскажу сегодня чем хорош этот мотоцикл и почему его стоит покупать особенно новичкам для ежедневных передвижений по городу погнали разберемся что там почему итак начнем с мотора мотора здесь нет мотор вот он да мотор у нас расположен прямо в заднем колесе то есть ступица заднего колеса и является электрическим мотором в народе его называют мотор колесо ну правильно колесо мотор все просто логично окей а развивает он мощность два с половиной киловатта разгоняет он и вот до 75 километров в час сегодня у меня получилось ну так и получилось а разогнаться 75 километров в час ну и поехали но он так плавненько но стремительно разгоняется нету тупника кстати между прочим а между ручкой газа и отзывом то есть я открываю и тут же начинается разгон на некоторых мотоциклах случается такое что я сначала открываю а разгон начинается чуть позже у нас колеса большие большого радио до семнадцати и вот мы вышли и пробуем разогнаться на мхаде едем мы уже 50 здесь нужно притормозить немножко вот мы опять разогнались 50 50 60 55 70 килограмм но при этом он не рискает никаких движений посторонних меня делать не заставляет я спокойненько еду расслабленно и как говорится рулю я не трачу время на перегазовки и подобные вещи тут же рядом у нас дисковый тормоз диаметром 180 миллиметров с 1 поршневым суппортом армирован тормозным шлангом конечно же вот и а управление им выведено не не под правую ногу как на традиционном мотоцикле то есть здесь нету педали заднего тормоза а управление выведено на руль позже покажу где находится рычаг заднего тормоза и вот само колесо у нас 17 радиуса 120 на 80 17 с таким универсальным протектором который может ездить как по асфальту так и по легкому бездорожью все это установлено на остальном маятнике но спрятано пластиковыми накладочками такими широкими большими и целыми тремя крыльями то есть переднее маленькое крыло защищает от брызг на амортизатор но амортизатор все равно у нас немножко запылился соответственно здесь основное крыло с маленьким хвостиком и здесь заднее крыло которое одновременно является держателем номера и соответственно здесь есть лампочка подсветки номера номер здесь не нужен так как он относится к категории транспортных средств мопед м соответственно на учет его ставить не нужно но держатель для номера с подсветкой имеются пойдем дальше соответственно переходя на левую сторону заднего колеса я рассказываю про звезду цепь и как это все выглядит здесь этого ничего нету как я говорил потому что мотор является задним колесом соответственно крутящий момент передает он прямиком на заднее колесо никаких посредников в виде коробки передачи цепи сцепления здесь нету все электричество приходит сюда и крутит колесо все очень просто окей дальше у нас амортизатор которая регулируется по преднатягу пружины вот соответственно на данный момент я на нем попробовал седе покатался и работа заднего амортизатора задней подвески мне нравится хоть и опять таки мотор колесо является удачным с точки зрения компоновки потому что мотор находится не не здесь а прямо внутри колеса то есть это очень удобно с точки зрения компоновки но неподрессоренная масса колес заднего колеса становится больше и соответственно инерция с которой он реагирует на неровности тоже больше и больше влияет на мотоцикл здесь я этого не почувствовал то есть задняя подвеска работает хорошо зацеп не теряется и при этом комфорт тоже на высоком уровне скажу пару слов о тормозах тормоза здесь комбинированные и вот мы сейчас опять разгоняемся в максимальной скорости посмотрел сзади никого никого давай попробуем веску затормозить о да торможение действительно эффективное то есть мне понадобилось 60 километров метров 15-20 чтобы остановиться до 10 километров в час пару слов о подвеске подвеска немножко жестковато потому что наверняка это мотоцикл просто все очень легкий а так подвеска такая что кажется как будто сильные тычки она передает все на меня когда я на нем подпрыгиваю он мягенький это все скорее всего говорит о том что здесь немножко густовато масло то есть можно поставить пожиже масло и он будет помягче реагировать на мелкие неровности но при этом сохранить свою основную жесткость здесь тормоза оба выводены на руль это у нас задний тормоз это у нас передний тормоз с прозрачными бачками уровень тормозной жидкости видим во время езды это тоже я считаю плюсом и естественно сами тормоза тоже дисковые поэтому эффективность тормозов действительно на хорошем уровне но самая главная фишка этих тормозов том что они комбинированы нажав на один рычаг тормоза я торможу обоими тормозами то есть тем самым усилия с одной ручки передается одновременно и заднему и переднему колесу здесь у нас находится облицовка а внутри которой спрятана металлическая стальная рама и ячейки под два аккумулятора сейчас установлен один аккумулятор но при желании можно поставить два аккумулятора и тем самым увеличить почти вдвое запас хода ну и давайте раз уж я начал рассказывать про аккумуляторы то я расскажу про них и покажу их наглядно здесь установлен аккумулятор мощностью 30 ампер часов и емкостью 60 вольт вставляем ключ вот в эту за скважину то есть в эту в эту сторону поворачиваем и можем поднять седло заднее но под ней практически ничего нету это нужно для того чтобы был открыть доступ к проводам вот но и если мы повернем ключ в другую сторону и открываем бак и тут у нас не заливается бензин здесь у нас вещевой ящик тут у меня вот документы коробочка с ключами еще книжечка у них оригинальная своя родная емкость достаточно вместительная то есть сюда можно положить не только документы но и вещей побольше например тот же самый телефон и многое другое вот эта штука вытаскивается и тут у нас колодец большой здоровый и вот она батарея она подключается с помощью провода сняли провод и вытаскиваем батарею батарея весомая вот и можно ее забрать с собой между прочим тем самым поставив на зарядку прямо с собой в офисе например то есть от обычной розетки все вставили подключили можно поставить сюда еще одну батарею как я говорил и здесь как раз находится целых два провода воду свободный коннектор который у который можно поставить вторую батарею подключить ее и тем самым увеличить запас хода когда ты едешь спокойно в потоке и держишься в нем так же как и все остальные не выделяешься своей динамикой скоростью шумом то соответственно я я считаю что это будет безопасно по крайней мере разница в скорости между тобой и другими участниками движения нету то есть ты едешь так же как и все вот ну и соответственно ты меньше раздражаешь людей меньше привлекаешь к себе внимание вот меньше отвлекаешь людей от дорожной обстановке то есть они как ехали так и ехали ты такой же участник движения как и все остальные ну и конечно же основная его фишка в том что он едет бесшумно то есть у него отсутствует двигатель внутреннего сгорания соответственно отсутствует шум вибрации и все что способствует двигателю внутреннего сгорания все это мне позволяет ехать в потоке такие на таких же скоростях с таким таким же темпом как и все остальные по поводу посадки я сижу очень удобно вот я сижу как нормальном классическом городском мотоцикле большой фальшбак он вот реально больших размеров а там у меня лежат документы и ключ от дома и всякая такая мелочь которую нужно возить с собой и чтобы не класть их карманы она находится все там безопасно и самое главное это быстро и легко достать мои ноги хорошо обхватывают этот фальшбак обзорность зеркала у меня действительно хорошая руль высокий не сильно широкий рукоятки классические мотоциклетные то есть справа у нас ручка газа ручка переднего тормоза клавиша аварийной сигнализации переключатель мощностных карт то есть вот есть три скорости я сейчас данный момент еду на 3 передачи как так скажем на 3 карте мощности вот кнопочка так называемая она выглядит как кнопка глушения старт-стоп в данном случае это кнопка переключения режима ready parking то есть в режиме паркинг мотоцикл никак не реагирует на ручку газа и никуда не едет в режиме ready вот сейчас горит на дисплее мотоцикл начинает ехать все то есть можно сказать он заведенный вот так впереди у нас все как на обычном классическом мотоцикле 17 колесо на литом диске алюминиевым дисковый тормоз перевернутая вилка а вот самое главное суппорт четырех поршневой и причем два поршня находится снаружи и два поршня внутри он крепится к вилке радиально но при этом диск у нас не плавающий он жестко закреплен на колесе а значит плавают у нас колодки и если например на двух поршневых суппортах суппорт двигается сам весь целиком то на радиально закрепленных а суппорт неподвижен двигаются только поршни с колодками да кстати о тормозах здесь еще адаптивная система тормозов то есть нажав на любой один из рычагов усилие передается как на переднее так и на заднее колесо тем самым позволит не блокировать одно колесо а сразу два тем самым это огромный плюс безопасности и многие из начинающих особенно райдеров очень часто в экстремальных ситуациях просто лупят на передний тормоз и тем самым блокирует переднее колесо и падают здесь такое практически невозможно да здесь нет abs но при этом усилие передается как на переднем так и на заднее колесо тем самым эффективно замедляем мотоцикл если ты хочешь нормальный экономик то тогда электромотоцикл это самый идеальный вариант потому что с ним могут по экономности сравниться только скутеры и мопеды класса 50 там 125 250 ки наверное по деньгам уже по стоимости бензина уже наверное превосходят тисси вандер потому что расходы на топливо в данном мотоцикле ну расходы которые ты тратишь на то чтобы на нем ездить конечно же здесь минимально и с точки зрения экономности тисси вандер это действительно хороший мотоцикл то есть он экономичный другое дело что стоимость запчастей например батарея стоит на него сотку но только сегодня я видела владельца тисси тисси макс такого же мотоцикла с примерно подобной же батареи и он им владеет уже два года и сказал что с батареи никаких проблем нету запас хода реальный почти 100 километров то есть от 80 до 100 километров вот и самое главное что максимальная скорость как он мне сказал тоже 80 100 километров то есть поэтому в этом плане мне это даже стало интересно каким образом он разгонять скоростей потому что когда ну да я сегодня заметил что первые 30 километров до 40 разгоняется относительно динамично быстро а потом динамика разгона падает и соответственно 70 километров час мы набрали с трудом еще радует то что правда действительно любой новичок может на нем кататься сразу после после мото школы впереди конечно классическая круглая фара светодиодная естественно автоматическая то есть дневные ходовые огни и ближний свет фар включается автоматически при начале движения ну и конечно же яркие светодиодные поворотники которые имеют функцию аварийной сигнализации это тоже все круто ну и конечно есть дальний ближний свет фар который вы вы можете переключить вручную с места водителя мы здесь видим тоже все круто все классически по мотоциклетному ручка газа ручка переднего тормоза а кнопка переключения режима то есть паркинг и движения кнопка переключения мощностных карт то есть так называемая ну я назову как коробка передач первый режим второй режим и самый мощный третий режим а кнопка аварийной сигнализации то есть ты можешь моргнуть кому-то поворотниками вот с левой стороны у нас соответственно это не рычаг сцепление это гидравлический тормоз заднего колеса как я говорил то есть он выведен на руль приводится левым рычагом на руле это удобно для начинающих но а иногда опытных райдеров вводят заблуждение потому что многие все-таки привыкли что здесь у нас сцепление здесь это задний тормоз плюс ко всему переключатель ближний дальний переключатель поворотников и звуковой сигнал все все просто и понятно а да еще забыл сказать что у нас здесь еще есть юсб розеточка то есть можно а в дороге заряжать свой гаджет мы в самом центре у нас находится аналоговая приборная панель она привычна для многих мотоциклистов потому что стрелки показывается скорость оставшуюся информацию дают а контрольные лампочки вдоль шкалы и также жидкокристаллический дисплей который показывает режим мощностной карты я могу переключить вот раз два три и соответственно этот пробег который нам остался поехать то есть 19 километров на первом режиме на втором режиме 16 километров а на третьем режиме нам осталось всего 9 километров дальше ниже мы видим пробег 141 километр на данный момент и заряд батареи то есть 18 18 процентов вот ну и еще вот есть значок температуры но температуру чего он измеряет я не понимаю лучше выбрать мотоцикл который спокойный предсказуемый удобный и легкий в управлении и еще одна из немаловажных фишек это удобный в эксплуатации то есть недорогой который не требует от тебя особых инструментов особых знаний чтобы им управлять и чтобы его ремонтировать в данном случае tc вандер это именно такой мотоцикл то есть у него даже цепи нету и ремня которые нужно менять и обслуживать не мотору прямо внутри колеса батареи вот здесь все про провода и кнопочки больше ничего здесь такого нету и вот соответственно единственное что с тобой может случиться из неприятности это ты можешь проколоть колесо но мотоциклетные колеса чинят в любой шиномонтажки то есть это тоже не такая же проблема вот а все остальное она либо электрическая либо не имеет вообще никаких механических лишних узлов соответственно надежность у таких таких деталей конечно же выше чем узлов которые состоят из кучи шестеренок куча болтов куча соединений прокладок которые могут потечь или там раскрутиться поэтому да в этом плане чем проще техника тем она надежнее самое наверное главное то есть вот эти железяки там показатели там и все остальное вам рассказу она конечно же интересный конечно важно но самое главное в подобных мотоциклах это удобство и простота передвижения и эксплуатация этого мотоцикла вот здесь во первых он легкий и хорошо управляется на нем удобно сидеть и те кто выбирает этот мотоцикл в качестве первого своего транспортного средства даже не имея прав то есть например ты катаешься на машине все время и никогда в жизни не катался на мотоцикле но покупать серьезный большой мотоцикл вкладывать большие деньги в дорожный мотоцикл ты боишься и это нормально тогда ты можешь взять его как первый аппарат для пробы и понять вообще получается у тебя кататься на двух колесах или нет а если ты уже опытный райдер но при этом ты хочешь хорошо экономить то тогда тиселандр тоже твой вариант потому что километр пути затрат в рублях потрачен на этот мотоцикл конечно же в разы меньше чем на классический мотоцикл потому что электричество стоит точно дешевле а обслуживать этот мотоцикл практически не нужно тут даже цепи ремня нету то есть у нас мотор находится внутри колеса батарея ну и все единственное что никак никакого масла никакого бензина никаких свечей никаких этих коробок передач и сцепление регулировать не нужно что ты просто нажал на кнопку открыл газ и поехал это упрощает сильно и удешевляет содержание мотоцикла но и девчонки которые не хотят слушать звук мотора не хотят испытывать эти вибрации чтобы от них воняло бензином и запахом выхлопа тоже этот вариант ваш потому что реально ездить тишине это комфортно потому что ты слышишь звуки которые вокруг тебя ты не отвлекаешься на звуки издаваемые двигателем то есть тебе ничто не мешает ехать ты просто берешь и едешь многие в комментариях скажут что мотоцикл это и есть то самое что тебе нужно слышать звук мотора чувствовать эти эти вибрации и пахнуть бензином да вы ребята правы мотоцикл он должен быть бензиновым должен быть с мотором внутреннего сгорания вы должны использовать бензин но в практичных целях все-таки иногда стоит использовать другие виды техники потому что в автомобилях уже полностью заняло твердую свою нишу и электротранспорт не гибридный транспорт в мотоциклах пока еще электрическая техника не так сильно распространена хотя уже часто видим на дороге электромотоцикла хоть я и тоже сторонника бензиновой техники а настоящих мотоциклов но с практической точки зрения я понимаю ребят который выбирает электрические мотоциклы потому что как я говорил это дешевле в эксплуатации это проще в обслуживании и самое главное что эти мотоциклы а надежно это не это факт часто выведем на прямую и вы услышите звук этого мотора вот приготовились слушайте наверняка вы и меня спросите а выбрал бы ты себе такой мотоцикл да а как альтернатива скутеру или же маленькому мопеду который нужно хранить дома и на котором нужно передвигаться на короткие расстояния это идеальный вариант я бы себе вы точно выбрал потому что в данном случае он все-таки выигрывает у скутера и у мопеда а так конечно же окончательное решение принимать вам так что спасибо что вы посмотрели а я пошел делать ролики на другие мотоциклы пока